Здравствуйте, с вами снова Вероника Поливкина. Сегодняшний выпуск нашего конкурса «Сам себе мастер» посвящен садовым изюминкам. У каждого они свои, совсем маленькие и очень большие. Когда смотришь, как другие делают у себя в саду что-то интересное, срабатывает импульс. А ведь я тоже так могу. Как правило, сделать точную копию не удается, да это и не нужно. Мы лишь только подсматриваем саму идею, а воплощаем в жизнь по-своему. И так рождаются новые изюминки. Не будем терять время на разговоры, а скорее перейдем к нашему голосованию. Сегодня можно проголосовать за две понравившиеся работы. Уже наша хорошая знакомая Наталья Тоборкина хочет показать нам мостик, который сделал ее муж своими руками. После того, как запетонировали участок во дворе, осталась полоска, в которой росла просто трава. Устраивать клумбу не очень хотелось. Участок под наклоном, когда идет дождь, там скопливалась вода. Да и все сокращали дорогу к беседке именно через этот участок. Так возникла идея построить мостик, а под ним устроить каменный прудик. Измерили высоту мостика от земли, вычислили кривизну и заказали в мастерской четыре дуги из профтрубы. Пока готовили дуги, занялись прудиком. Выкопали землю на нужную глубину, положили песок, затем геотекстиль и насыпали щебень. Две металлические дуги закрепили к берегам. Затем установили четыре вертикальные части по краям и на них еще две дуги для перил. Далее из досок уложили сам мостик, закрепляя доски с двух сторон к нижним дугам. Перила собирали из кованых заготовок и приваривали к верху и низу. Доски обработали составом для дерева и покрыли двумя слоями лака. Металлические части мостика покрасили специальной краской по металлу. Получился ажурный, но очень крепкий мостик. Ирина Сидоренко из Волгоградской области уже показывала нам свои работы, но одну небольшую я решила оставить именно для этой номинации. Вот эти листочки из цемента может сделать каждый. Главное лопухи подходящих размеров найти, чтобы красивый оттиск получился. А использовать можно как для декоративных целей, так и для шаговых тропинок. Галина из Троицка, что в Новой Москве, представляет, на мой взгляд, очень оригинальную работу. Солнечные часы. Расположены вблизи зона отдыха, чтобы не заотдыхаться. Служат они уже четыре года. Были расположены раньше на маленькой клумбочке перед качелями, но в этом году переехали в кашпо для цветов, которое сделал сын. Смотрите, какая красота! Теперь на обед точно не опоздаешь. С Асланом Спотаренко из Волгоградской области мы все познакомились еще в прошлом году, как самым юным участником конкурса. Сейчас он, конечно, уже вырос, ему 12. Выросло и его мастерство. Он еще находится на той стадии садового опыта, когда любая поделка является изюминкой. Но размах у него вполне взрослый. Мастерит, конечно же, из подручных материалов. Вот, например, материалом для создания бордюров послужили обычные стеклянные бутылки, вкопанные в землю. Дорожки сделаны из кафельной плитки с шершавой поверхностью. Идея создать прудик возникла спонтанно. Пруд небольшой, полтора на метр. Стенки и дно застелены пленкой, по краям положены камни с ближайшей речки. С Аслан высадил лилейники, ирис болотный, по краю хосты. За прудиком альпийская горка, которая будет постоянно зарастать очетками. На макушке горки высадил флокс шаловидный, а внизу гвоздику перистую. Все вполне профессионально. Весной в пруду появилась лягушка, скорее всего, с Волги. С Аслан, ты большой молодец. Твой сад становится все красивее. Мы это все видим. Главное, не останавливайся на достигнутом. Светлана Попова хотела рассказать о том, как сделала горку из подручных материалов. Таких на каждом участке очень много. Это бревна, обожженные и покрытые маслом, шины, камни и обрезки труб. Светлана прислала фото только результата. А Попышной клумбе и не догадаюсь, с чего все начиналось. Подробно, как это все собиралось, можно посмотреть на ее канале. Ссылочку напишу под этим видео. И обратите еще внимание, как совсем просто, буквально из прутиков, собрана опора для клематисов. Вот в этой работе точно никаких материальных затрат не было. Все только из отходов и природных материалов. Целая серия садовых изюминок представлена в работе Любови Медведчиковой. В саду появилась красивая центральная дорожка с извилистыми и крутыми поворотами. Надо было решить проблему протягивания по ней поливочных шлангов, чтобы не повредить цветы и саженцы. Для этого понадобилось соорудить три объекта. Первый – это треть старой бочки, установленной на самый угол при повороте. Бочку почистила, покрасила, сделала узор по трафарету и готово. Второй объект – металлические трубы от старого водопровода. Муж нарезал и вбил по назначению. А Любовь покрасила. И пришла идея украсить их световыми фонариками на солнечных батареях. Третий – это самый крутой поворот. Здесь пришлось потрудиться больше всего. На повороте образовалась горка. Ее укрепили камнями, которые остались от строительства. Добавила к ней паилку для птиц, которую Любовь сделала из цемента. Она разборная, состоит из небольших литых объектов – строительных ведер, чашки и тазика. Птичку вылепила тоже из цемента. Цветы – это новогодние украшения, троекратно опущенные в цементную болтушку с просушкой и покраской строительным колером. Сонтанчик китайский на солнечной батарее. Завершили эту горку два рукотворных камня. В целлофановый пакет положила Любовь несколько пластиковых бутылок из-под молока и туго завязала. Кусочки ткани обмакивала в бетонную болтушку и обматывала пакет с периодической просушкой, пока все это не приобрело нужные размеры и форму. После полного высыхания покрасила строительным колером разных цветов и готова. И это еще не все. Гуляя по лесу, за дачным кооперативом, наткнулась Любовь на огромное бревно, изогнутое в полукруг и без коры. Привезти его в целом не получилось, пришлось распилить его в лесу бензопилой на четыре части. Из трех собрали скамейку, пропитали ножки маслом, пошкурили и покрыли лаком. Оставшийся пенек оставили рядом. Добавили грибок из цемента, сделан он при помощи старых капроновых носков. И еще сделала Любовь домик для садового декора. Из цемента, двух стеклянных банок, пищевой фольги и клеевого пистолета. Ну так это не просто домик, а настоящее укрытие или кормушка для птичек. Не пугайтесь, на фото еще не конкурсная работа. Я вас немного поинтригую. Татьяна Максимова очень хотела поделиться, как сделала фигуру девушки из бетона, да еще и практически в натуральную величину. Можно было ожидать примерно нечто. И вдруг вот такая работа. И тут меня просто как задорного распирает чувство гордости за наш народ. Это ж надо было догадаться, ее сделать так, как сделала Татьяна. Она в разных местах купила три части полого внутри манекена из пластмассы. Отдельно голову, отдельно торс и отдельно ноги. Смазала их жиром и залила бетоном для наливных полов, так как он обладает большей текучестью и песок в нем самой мелкой фракции. Все части залила отдельно. Конечно, внутри каждой встроены стержни из арматуры для жесткости и последующего соединения. А к стержню торса с верхней стороны был прикреплен изогнутый металлический пруд в форме рук, на котором потом были и налеплены сами руки. Но нужно оставлять незалитыми места у концов стержней, чтобы потом соединить сваркой части друг с другом. Для этого можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом, набитым бумагой. После высыхания пакет удаляется и получается пустота вокруг выступающего конца стержня. После того, как бетон внутри заготовок просох, Татьяна разрезала манекена нагретым ножом и извлекла литье из формы. Сваркой соединила стержни отдельных частей в одну фигуру. Доработала густой цементной смесью, добавляя сходство с фигурой человека. С руками было посложнее. Татьяна не нашла нужного манекена и поэтому нанесла на кисть руки крем, затем теплый парафин толстым слоем, который после застывания разрезала в плоскости, сняла с кисти и, соединив шов опять парафином, получила формы для литья кисти рук. Прормировала пальчики гвоздями. Один стержень должен выступать за границу литья для соединения со стержнем руки. Кисти готовы, а остальную часть рук пришлось налепить густым бетоном и убирать лишнее, сглаживать, добиваться сходства с рукой. Не беда, если получается не идеально. Все погрешности скрывает шарф, накинутый на плечи. Шарф сделан из куска махровой простыни, вымоченной в разведенном воде цементе. Голова изначально без волос. Нужно сделать прическу. Проще простого. Налепляется бетонный раствор на поверхность головы и ножом и вилкой делаются локоны. Разрезанные части манекенов Татьяна склеила и использует теперь как эффектное огородное пугало. И додумалась до всего этого Татьяна сама. Осипова любовь представляет свою вторую работу. Декоративный шар из бетона, украшенного оттисками виноградных листьев. Я сейчас немного позанимаюсь пиратством, так как оказывается, что у нее есть свой канал. Ссылку на который она не дала, только название. Баба Люба, давай. Так вот, там есть подробный ролик, как это сделать. Вы сможете сами его посмотреть, зайдя к ней на канал. Я только покажу начало для затравочки. Сегодня мы декорируем шар. Шар мы будем использовать старый разбитый плафон, светильник. Он пластиковый. Ну вот, мы укрепили наш шар, а теперь мы будем его покрывать цементом. Для этого мы берем цемент 500, разводим его водой до жидкого состояния и обмакиваем тряпочки. И, как всегда, внахлёст, тряпочка на тряпочку, мы покрываем всю поверхность нашего шара. Даем ему просохнуть 24 часа, а потом делаем вторую половинку. Шар облечен в цементные одежды уже хорошо знакомым нам способом. Далее вылеплены вот такие красивые листики. Это живые листочки винограда, наложенные на бетон, поэтому и выглядят так натурально. После высыхания их снимают и раскрашивают. На нижнюю часть шара наша мастерица заселила мох, чтобы со временем он вписался в ландшафт тенистого сада. Мох собрала с дерева, высушила его на солнце. Сухой мох потерла руками, добавила немного земли и кефира. Кефир, живые организмы, бактерии, они очень быстро дадут такой эффект прорастания мха. У нас получилась масса земля, кефир и мох. И мы берем эту массу и втираем ее в бетон. Втираем ее хорошенечко, у нас фактура такая шершавая. Вот мы втерли, где нужно, только внизу и просушиваем наш шарф. А потом мы будем его сбрызгивать эту землю со спорами мха. И он у нас быстренько, ну, в течение, может быть, двух месяцев прорастет. Вот смотрите, вот этот мох, это у меня вырос после моих действий. Вот камушки на горке. Я их кисточкой выбеливала, краской акриловой. А сюда я помещала вот землю, пропитанную мхом и кефиром. И в итоге вырос хороший, красивый мох, богатый. И в результате такой шар замечательно впишется в садовый интерьер. А был всего-то навсего разбитый пластиковый шар. И последняя участница сегодняшнего выпуска Наталья Мальцева. Я, можно сказать, сама ее нашла. Уж очень мне понравилось ведро, промелькнувшее в кадре конкурсной работы Светланы Бессоновой. Оказалось, что автор этого ведра, Наталья Мальцева, мастерица на все руки, делает чудесные работы в разных техниках. Я с удовольствием посмотрела эти работы в фотоальбоме ВКонтакте. Очень много интересных идей. А ведро она сделала для Светланиного сада на заказ и с удовольствием поделилась с нами, как из простого, неинтересного ведра сделать винтажную вещицу, которая будет украшением сада. Ведро берем обычное, оцинкованное. Моем, обезжириваем, можно водкой. На белом ведре под серебро и на бетончике использовала Наталья краску по металлу. Она есть разных цветов, работа с ней не требует грунтовки. Сделала трафарет, распечатав на принтере пчелу нужного размера, подложила листок под полупрозрачную подставку под горячее и вырезала канцелярским ножом. Полученный трафарет прикрепила к ведру малярным скотчем и нанесла шпателем рельефную пасту, добавив в нее немного клей ПВА, чтобы не крошилась и была более прочной и пластичной. Можно использовать и шпаклевку, а если она суховата, тоже можно добавить немного ПВА на глазок. После высыхания, если все устраивает, сверху наносим краску по металлу и после просушки покрываем лаком. Затем можно нанести художественной акриловой краской нужные вам оттенки. Вокруг пчелки, например, более темную положить, тряпочкой протереть тут же саму пчелку, чтобы только в углублениях остался темный цвет. Затем смешала краски, чтобы цвет напоминал окисленную медь, что-то между зеленым с бирюзовым и сделала большие пятна по всему ведру. Чем старше, тем лучше и уже затем нанесла медную краску. После окрашивания покрыла палубным лаком, чтобы акрил не размокал под дождем, но, к сожалению, съедает блеск металла. В красках они становятся более приглушенными, но для имитации состаренности это как раз и нужно. Все можно украсить кистями, канатами и не забудьте, что внутри ведра тоже нужно покрасить хотя бы на глубину 15-20 сантиметров. Такое ведро теперь может послужить прекрасным садовым кашпом. Ну вот, все работы мы посмотрели. Это был последний выпуск. Голосование заканчивается 31 июля. И в начале августа мы будем подводить итоги и победителям отправлять призы и подарки. Участниками конкурса были все желающие. Я не отклонила ни одну работу. В каждой есть интересная идея, но мастерство дело наживное. Голосуйте за понравившиеся работы и готовьте идеи к следующему лету, чтобы поучаствовать в конкурсе и поделиться своими садовыми изюминками. Все вам доброго! С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч!